Даже при небольшом дожде у меня вода сочится из окон. Штукатурка на потолке начинает сыпаться. При этом свет я не могу включить. Лампочки взрываются. Ирина Запорощенко, воспитанница детского дома, получила квартиру в 2015 году. В двух комнатах сегодня Ирина проживает со своим мужем и тремя детьми. Как только на улице дождь, женщина уже знает – нужно готовить тазики. В одной руке годовалый ребёнок, в другой – ёмкость для сбора дождевой воды. «Здесь один раз только воды собралось, мне пришлось с ребёнком на руках принимать срочные меры, чтобы вода не ушла к соседям на восьмой этаж». Впрочем, от подобной проблемы течи с крыши многоэтажки страдают все жители дома номер 135-Б в микрорайоне Нурсад. В надежде решить данный вопрос, жильцы неоднократно обращались в соответствующие инстанции. «Мы получили квартиры в 2013 году. Как только мы заселились, с первыми дождями у нас начала течь крыша. Эти дома выдавались малообеспеченным семьям и детям из детских домов. Мы не можем сами отремонтировать крышу, и потому я начала с того момента писать во все инстанции. Но никто так и не откликнулся». «Три дома наши сдали, но квартиры ещё полностью мы не с данным ЖКХ. Это выходит в чё. Один год у нас крышу течёт, второй год, третий, четвёртый, уже пятый год крышу течёт. Уже в этом году уже всё. У нас прямо вот этот счётчик есть, который ящик. Прямо там вода и да. Там вода течёт. И ещё сбок вода течёт». В отделе строительства о данной проблеме знают. И по словам представителей госструктуры, ремонт кровли проводился неоднократно. «Строила компания «Шемкенгазмонтаж» с 2010 по 2012 год. Значит, в 2013 году к нам поступило заявление, что кровля протекает. В связи с этим наши специалисты вместе с подрядной организацией, которая производила строительство, было обследовано кровля здания дома. В связи с чем было выявлено там, при эксплуатации, в общем, были обнаружены следы от женских туфель. Ну, эти моменты были отремонтированы. В 2013 году один раз отремонтированы, в 2014 второй раз. На сегодняшний день уже гарантийные обязательства прошли». В отделе строительства «Шемкента» пообещали, что один на один со своей бедой жители дома номер 135-Б не останутся. Вопрос ремонта текущей кровли, по словам чиновников, уже рассматривается. Вот только когда именно перекроют крышу, они не уточнили.